Большое спасибо господин Бабу Ханям, приветствую всех участвующих. Я перед тем, как перейти к основной части своей речи, хотел бы просто сказать для тех, кто меня не знает, что меня антисоветским человеком или русофобом, даже самоотъявленный антисоветчик или русский шовинист, не назовёт. Я думаю, те, кто меня знает, это подтвердит. Но сегодня, поскольку мы говорим о столетии установления советской власти в Армении, а также о новых возможностях интеграции, я бы хотел обратить внимание коллег и собравшихся на контекст, в каком контексте сейчас это трактуется. Потому что пока мы не осознаем, что произошло 125 лет назад, какие были ошибки сделаны, почему это всё произошло, мы не сможем правильно диагностировать, какой болезнью сегодня заражена страна. Вы меня извините, я иногда буду идиомы употреблять, как эпидемиолог, у меня это профессионально. Я на всё смотрю с точки зрения инфекции. Теперь, как получилось, что Армения стала частью большой страны СССР? Как и вот сейчас, когда мы смотрим всё, что сейчас происходит, вы меня извините, я речь не записывал, я просто решил сказать то, что я думал. Всё, что сейчас происходит, мне очень напоминает то, что происходило 125 лет назад. Потому что большинство в нашем народе, большинство людей, но это по объективным или субъективным причинам, они не имеют времени или желания познакомиться с историческими документами, вникнуть в них, понять, что произошло. Армению превратили в нацию, которая учит историю Армению по статусам Фейсбук. Молодёжь учит историю Армению по статусам Фейсбук. Вот написал какой-то, извините за выражение, дегенерат какую-то вещь, он написал в Фейсбук. Вот русские отдали карс. Всё, они орут, русские отдали карс. Когда им говоришь, вы читали, вот 99% людей, кто орёт, что по московскому договору русские отдали карс, вот спрашиваешь, ты лично читал договор? Они не читали. Потому что у них нет времени. Но говорят, умные люди говорят, а в сознании простого обывателя, тот, у кого очки и с зачесом назад волосы с бриолином, он умный человек. Это вот простая, элементарная... Ну, я слышал, вам вабуха, не смотрите на меня так, я слышал от людей, говорит, ну, у него очки, видите, он умный человек. Серьёзно говорю, люди в сёлах... Это плачевно, это... У меня это печальная улыбка. Че, у меня это... Канерик, я здесь знак отвечу. У меня это печальную улыбку вызывает, потому что народ, над народом работали. Над народом работали 30 лет. У нас большинство населения зимой готовится к лету, летом готовится к зиме. У них физически просто времени, желания, и желания нету. Познакомиться с этими документами. Но опять возвращаясь к тому, что произошло. Извините, 125 лет назад. 125 лет назад, опять же, по поддавлениям Британии и Соединённых Штатов Америки, Армения, руководство тогдашней первой республики Армения, а между прочим, может быть, по моему субъективному мнению, но мой анализ ситуации показывает, что первая республика Армения была также проектом. И проектом, который был осуществлён в прямом содействии Турции тогда. Потому что Армению хотели оторвать от Российской империи. Вот эти все шумы, вот сейчас ходят, там, орут слова Украине, и всё такое. У нас на улице орут слова Украине. Вот эти элементы. То же самое творилось тогда. Потому что, как только была провозглашена республика Армения, я не историк, но я это говорю, основываясь на исторических фактах людей, таких, как уважаемые профессоры, которые пишут их труды, как только это была провозглашена, вот по науськиванию буквально Британии и США, армянские вооружённые силы, которые тогда считались самыми организованными в регионе, самыми организованными вооружёнными силами. Они пересекли границу и зашли на свою историческую территорию. Однако по результатам Мудросского перемирия эта территория считалась ничейной. То есть там она не была под официальным протектором Турции, но там находились турецкие вооружённые силы в нарушении Мудросского пакта. И там находились курдские формирования. Так вот, когда Британия сказала Армении, давай вперёд, мы за вами, у вас за спиной, и по своей недальновидности, а тогда уже Советская Россия, она была против этого, она сигнализировала, что не делайте этого, давайте мы выступим посредниками, не делайте, подождите. Но недальновидность тогдашнего руководства побудила ввести войска на эту территорию, что и явилась для тогдашней уже Кемалийской Турции официальным основанием для вторжения на территорию Республики Армения. Британские войска и страны-антанты то, что обещали, что окажут содействие, они его не оказали. И Турция фактически аннексировала ряд наших исторических земель. Что сделал тогдашний представитель Британии? И, извините, до того, как прийти к представителю Британии, я скажу, что опять же, во время аннексии правительство Первой Республики Армения заявляло, что оно будет сотрудничать с антантой. Я знаю, что даже есть исторические записки, когда некоторые недальновидные деятели в конце своей жизни такие горестные записки писали о своих грехах, что они были готовы отдать Армению англичанину, французу и турку, но только нерусским. Вот это, извините за выражение, дурацкое, негосударственное мышление привело к тому, что мы потеряли большую часть Армении в тот момент, и турецкие войска уже двигались к Еревану. Они с двух сторон нацелились на Ереван. Но уже, когда была деморализована армия, уже бежали тогда только, только тогда парламент Армении согласился обратиться к России за посредничеством, за помощью. Опять же, там были, как вот сейчас у нас есть, которые орали, что не нужно, Запад нам поможет, арбитражное решение Вудро Вильсона и так далее. Но когда здесь я хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Вот здесь очень много присутствующих говорили о положительных сторонах СССР. Да, были положительные стороны бесспорно, были большие достижения бесспорно, но СССР не решила свою главную задачу. СССР провозглашала политику братства народов, но это было искусственное братство народов. Вы не можете палкой заставить людей сидеть за одним столом и любить друг друга. Сидеть за одним столом они будут, пить друг за друга под палкой будут, но любить друг друга они не будут. Это в полной мере проявилось и во время СССР, и после его развала. Так вот, опять же, в контексте созданной сегодняшней ситуации, когда войска 11-й Красной Армии зашли в Баку, первое провозгласило советская власть, вы знаете, что была провозглашена в Азербайджане. Азербайджан, который считается, и вот сегодняшний Азербайджан провозглашает себя правоприемником Азербайджана 1920 года. Но я хочу всем присутствующим напомнить, что наше движение христианское государство Восточного Гайка официально опубликовало документы из архива ООН, согласно которому в 1920 году государства Азербайджан Лигой Наций признано не было. То есть сегодняшний Азербайджан провозглашает себя правоприемником несуществующего государства. Если кому это угодно, вы можете связаться с нами. Это официальный документ, этот документ не вы. Мы выдумали, это резолюция ООН. То есть этого государства не существовало. 11-я Красная Армия, Советская Армия совместно с войсками Турции тогда участвовала по договору между Кемалем Ататурком и тогдашним руководством Советской России. Они участвовали в аннексии Нахичевана. Нахичевана, который вот вчера я буквально хочу обратить опять ваше внимание. Нахичеван был передан советской властью, советской властью, новосозданному Азербайджану с условием, с условием, что под протектор от другой страны эта территория не перейдет. Мы все прекрасно знаем, что сегодня в Азербайджане стоят войска НАТО в лице Турции. Мы знаем, что они там стоят. И вчера автономия Азербайджана Нахичевана была упразднена, что свидетельствует, а также скопление войск у наших южных и северо-восточных и юго-восточных границ свидетельствует о том, что соседнее злокачественное государственное новообразование готовится к агрессии против республики Армения с аннексией в Айодзорской области и Сюникской области с выходом на Нахичеван. Упразднение вчера Нахичеванской автономии свидетельствует об этом. Ископление больших войск на территории Нахичевана свидетельствует о прямолинейном ударе с юга на север с двух сторон с целью отрезать часть Армении. Мы когда разговариваем, говорим о достижениях СССР, я сам сын своего народа арцахской крови, мои корни из Арцаха, мой дед был очень известным в Арцахе врачом. Он воевал в Великой Отечественной, он герой войны, он дошел до Украины, до Чехословакии. Его именем была названа школа шашек из шахмата Степана Керти. 32 раза был депутатом от НКО тогдашнего. Но сегодня фактически выходит, что моя земля, моя отчизна была просто передана новосозданному государственному образованию, злокачественному образованию, потому что лично я и очень много моих боевых товарищей считаем Азербайджан геноцидальным государством. Это геноцидальное государство. Второй очень важный момент, который я бы хотел отметить, я сейчас заканчиваю по-моему, Бабуханян, это то, что очень многие говорят сегодня, что между Россией и Турцией был заключен пакт о дружбе и сотрудничестве. Но никто не хочет говорить, что в 1945 году решением Сталина пакт о дружбе и сотрудничестве Турции был аннулирован. И был тогдашний СССР, Советский Союз, заставлял Турцию, уже были посланы соответствующие депеши, с пересмотром московского договора и определением границ передачей Сурмалинского ЮЭЗа, Карса, с горой Арарат Советскому Союзу. И только под давлением от же стран бывшей Антанты этого не произошло. после того, как к власти пришел Хрущев и после того, как Сталин отказался подписывать Бреттон-Вудские соглашения, между прочим, 44 страны участвовало, только СССР отказалось подписывать Бреттон-Вудские соглашения, согласно которым доллар становился мировой валютой и единственным гарантом золотовалютных запасов. После того, как Сталина ушли, грубо говоря, Хрущев пересмотрел полностью свою политику. Но опять же вопрос территориальной целостности Западной Армении был забыт. Сегодня что мы имеем? Сегодня наши коллеги говорят, что наше спасение воссоединении с союзным государством, воссоединении с Россией и так далее. Опять хотелось бы подчеркнуть, перед тем, как воссоединяться. Мы должны четко осознавать ситуацию, в которой мы оказались. Сегодня захватившая власть стране хунта совместно с вражеским правительством пытается спровоцировать русских миротворцев, пытается всячески делать все для того, чтобы втянуть Российскую Федерацию в войну, которая ей на данный момент не нужна. Второй фронт не нужен. Второй фронт будет, и будет в этом году вопрос не в этом, потому что Российская Федерация старалась как можно обойти ситуацию на Украине, решить вопрос миром. Но вы все прекрасно видите, что наши экзистенциальные враги, им это не нужно, им нужна война. То же самое произойдет здесь, и мы должны реально оценивать ситуацию. но вопрос в том, что когда мы говорим об интеграции, мы должны четко понимать, ценой каких потерь или каких приобретений будет эта интеграция. Если эта интеграция будет так, как была в прошлый раз, а в прошлый раз что нам сказали, представитель Стокс, когда увидел, что турки уже нацелены на Ереван, он сказал, ну, между двух зол вам придется выбирать наименьшее. Давайте согласитесь на предложение большевиков. но это было уже можно так сказать именно меньше изол, потому что Армения теряла на чаше весов или уничтожение, полное уничтожение, экзистенциальное уничтожение армянской нации или сохранение на маленьком клочке своей исторической земли с возможными перспективами процветания в тисках двух народов, одного народа двух государств, которые 70 лет мечтали об уничтожении Армении. Вы прекрасно знаете, что во время Великой Отечественной войны третья полевая армия была стянута границам Армении. И только Сталинградская битва переломила ход. Если бы Сталинградскую битву мы проиграли, то Армении могло сейчас и не существовать. на данный момент вот что творится на данный момент, это большинство нашего народа просто не понимает, что происходит. Вот вчера был принят закон, я не знаю, вы в курсе или нет, изменение закона воинской службы, согласно которому при военном положении отключат стране интернет. людям будет запрещено пользоваться интернетом, государственным чиновникам и государственным институтам интернет будет доступен. Это свидетельствует о том, что захватившая власть в стране хунта опять же готовит нас, это уже не они готовят к новой войне, вообще-то это их кураторы готовят к войне, но они делают все для того, чтобы народ был мало информирован. Нас обманывали 44 дня во время последней войны, сейчас в случае крупномасштабных боевых действий народ будет просто не информирован, что происходит. Будут отключены все интернет-каналы, включая телеграмм. И поэтому я опять же я по правде говоря не могу сказать, не могу от сердца сказать, что я поздравляю составлю тему становления советской власти, потому что были огромные плюсы. Я сам себя считал представителем советской школы, и я могу вам сказать, что советская школа была самая сильная школа, и военная, и научная. Для меня это самая сильная школа. До сих пор, когда меня спрашивают, как вы проходите по конкурсам на такие должности, ведь перед вами люди, выпускники, университета, масса, и так далее, я говорю, я закончил советский вуз. То есть, если вы знаете только проблему одного уха, мы знаем все проблемы, нас так учили. Но сейчас, вот в данном контексте, что происходит, мы должны четко осознавать, перед тем, как выносить решение и призывать к интеграции, мы должны четко осознавать, что нам эта интеграция даст. если это будет интеграция ценой не вступления в войну, но аннексии нашего позвоночника, наших исторических земель, Сюника, Арцаха, Войот, Зоря, я думаю, что такая интеграция нужна только государственным изменникам. Если мы говорим о полноценной интеграции, если мы хотим говорить о полноценной интеграции, в первую очередь, что мы должны сделать, это мы должны сами исправить ту ошибку, которую мы творили 4 года назад. Никто за нас эту ошибку исправлять не будет. Большинство народа сегодня сидит потирает жуки и ждет, что их защитит Россия, их защитит Иран не допустит, Россия не допустит. Нет. Перед тем, как говорить о какой-либо интеграции, мы должны в первую очередь сделать свое домашнее задание и избавить страну, вычистить страну от этой заразы. Только после этого мы сможем нашей ситуации и говорить, стоит ли нам интегрироваться или нет. Спасибо за внимание.